И это удивительная трагическая глава, в которой мы узнаем, что израильский народ, находящийся сейчас на подъеме и готовящийся войти в Израиль, в землю обетованную, в скором времени упадет. И падение будет ужасным. Из-за этого особенно больно читать начало этой главы, ведь оно наполнено безграничной Божьей отцовской любовью. Удивительные приберы и невероятной красоты стихи говорит нам о любви Отца к своим детям. И, кстати, в этой главе в первый раз во всей Тории написано, что Господь называет Себя нашим Отцом, а не просто Создателем. Папой. Второзаконие 32.10. Он нашел его в пустыне, в степи печальной и дикой, ограждал его, смотрел за ним, хранил его, как зеницу ока своего, как орел вызывает гнездо свое, нося над пенцами своими, распространяет крылья свои, берет их и носит их на перьях своих. Так Господь один водил его, и не было с ними чужого Бога. Знаете, вот где Леон остановил свое чтение, там я, по-моему, продолжил. Знаете, меня всегда привлекали эти вот стихи. Какой, знаете, невероятный образ. Орел распространяет крылья свои, берет их и носит их на перьях своих. Я всегда считал это место красивой художественной метафрой. Но, знаете, таким вот красивым поэтическим ходом. Но недавно наткнулся в интернете на одну статью. Сейчас вам прочитаю отрывок, небольшой. Орлы затрачивают очень много времени, чтобы научить свое потомство летать. Они могут вытолкнуть птенца из гнезда и полететь с ним, подхватывая его в полете, на собственных крыльях, пронести дальше. Еще один отрывок. Когда орленок вываливается, он совсем еще неуклюжий, летать не умеет. Он срывается с ответственного склона и летит в пропасть. Тут самец, с ремглава, бросается вниз, ловит себе на спину и, не дав ему разбиться, на спине поднимает его опять в гнездо. Все это повторяется многократно. Птенцы падают, отец их ловит. У орлов ни один орленок не разбивается. И в этот момент, в какой-то момент падения, орленок начинает делать то, что никогда раньше не делал. Он распространяет на ветру свои крылышки и, попав в поток воздуха, начинает лететь. Знаете, очень интересный момент, который говорит, что у орлов ни один орленок не разбивается. Мне почему-то вспомнили слова Машеха, из тех, которые ты мне дал, я не погубил ни одного. Вы знаете, вы обращали внимание, что Библия испещрена многочисленными падениями. По сути, это одна из центральных тем ее, если не самая центральная. Господь как бы отправляет человека в свободное плавание. И человек, немножко пройдя, тут же падает. Господь его поднимает, отряхивает от пыли. И так раз за разом. Знаете, наша недельная глава, по сути, об этом. Если вы собираетесь выйти из гнезда, по-настоящему пойти с Богом, то, скорее всего, у вас вначале ничего не получится. Неумолимое, как бы, притяжение земли и будь всегда давлений над вами. Мы ничуть не лучше Петра, который выходит из лодки к Ишуа. Два шага вперед и стремительное проваливание в холодную воду. И Господь нашу эту особенность отлично знает. Ну, конечно, ведь Он у нас и проекреировал. Это же наш Отец. И Он готов к нашему падению. И парит, готовясь подхватить на крыло. Все наше развитие волнообразно. За подъемом спад. За спадом нового подъема. Наши отцы, наши герои веры. Авраам, Искак, Яков, Иуда, Семен, Леви, Моисей, Аарон. У них бывали непростые времена. И не все моменты их жизни мы можем использовать для примера. Гидеон, Иефай, Самсон, Саул, Давид, Соломон, Иов, Илья. Внутренняя борьба, боль. Вы знаете, Миря, Мать Ишуа, в некоторых конфессиях считается чуть ли не одной из божественных апостасей. Но если внимательно читать слово, мы не можем не обратить внимания, что у нее бывали непростые времена. И она делала и говорила иногда странные вещи. И у Ишуа с ней были не самые простые отношения. Далекие от радужной картинки, которые мы привыкли видеть по христианским фильмам. Учениками у Ишуа все было недостаточно просто. И Петр выходил из гнезда постоянно. Вы знаете, он был прям чемпион по выходу из гнезда и чемпион по падениям. Именно, знаете, поэтому так для меня цены слова ангелов, которые сказали женщинам после воскресения Машеха. Идите и скажите ученикам и Петру, что Ишуа ждет их валилей. Ученикам и Петру. Я позволю себе маленький расширенный перевод. Ученикам и особенно Петру. Потому что ему сейчас особенно плохо. Он считает, что он все погубил, что он все испортил, что нет ему прощения. Я жду вас всех. И в моих объятиях места хватит всем. Придите ко мне. Я слышу вопросы зала. Погоди, про благодать это все, конечно, отлично. Мы слышали много раз. Но статья-то не об этом. Статья о Господе, простите. Наша глава не об этом. Наша глава о том, что Господь возмущен. О том, что он бывает возмущен. Я бы сказал, он бывает просто в ярости. И мы можем позвонить весь его силу, его гнева. И про крылья мы слышали. Ну, в жизни-то мы видим мучительные падения. Люди-то отходят, люди падают. Люди разбиваются. Знаете, в этом-то ужасе заключается, что разбиваются. Что они жизни предпочли смерти. Господь нас очень уважает. И Он без нашего согласия нам помочь не может. У Него есть такая особенность. Он не может нас взять против нашей воли. Все стою у двери и стучу. Если кто услышит голос мой. Если ты не сможешь открыть дверь своего сердца, Господь не сможет в него взойти. Он тебя кричит. Он тебя зовет. Три больших пророка. Исаия, Еремия, Езекииль. Половину того, что они писали. Только об этом. Больше тысячи стихов. Фактически только об этом. Пожалуйста, пожалуйста, пожалуйста. Ведь вы же сейчас умрете. Посмотрите. Вы падаете. Вот она. Мучительная смерть приближается. Времени не осталось. Вы же не видите, не хотите видеть. Вы слишком горды, слишком довольны собой. И добавлю кое-что от себя. Знаете, дорогие. Даже то немного хорошее, что мы делаем, мы умудряемся делать какие-то вещи, они иногда бывают хуже, чем когда мы не делаем их. Потому что мы тоже превращаем это в культ собственного величия. Носимся с этим. И даже явные проступки, может быть, не так страшны, как вот эти наши чувства. Я, я, я. Еще раз я. Я. Знаете, яд растекается по венам. Я, я, яд, яд. Знаете, какой я молодец. Какой я молодец. А другой, наверное, менее молодец. А он так хорошо не может, как я. Маленькая подлая гордость. Мишаня красавчик. Мишаня все делает. Молодец. Послужил. Заповедь исполнил. Мелочи приятны. Ситуацию разрешил мудро. Поговорил с кем-то. Мелочи приятны. На зеркало посмотрел, неплохо выгляжу. Мелочи приятны. Знаете, вот из этих мелочей, накапливается, накапливается, вот это падение вниз, скольжение, падение вниз. Знаете, в этой бесконечной взмахе крыльев, которые мы вот это вот машем, машем, они нас вверх не поднимают. Мы от этого только устаем и морально опустошаемся, выгораем. А надеющиеся на Господа обновятся в силе, поднимут крылья, как орлы, потекут и не устанут, пойдут и не утомятся. Надейтесь на Господа, дорогие, надейтесь на Господа. Поднимите крылья, как орлы. Знаете, в нашем случае поднятые руки, потому что во все времена поднятые руки над головой позначали, что? Сдаюсь. Сдайтесь Господу. Полетите вместе с Ним, ловя потоки воздуха, святого воздуха, руаха кодыш. Посмотрите на распростерты крылья нашего небесного Отца. Вам ничего не напоминает? Это же распятие, дорогие, это же распятие. Припадите к Нему, к Его расхинутым крыльям, безопасным и спасительным. Может быть, это еще одно значение выражения распяться Христу, Машеху. Приднуть к Нему, быть вместе с Ним и учиться, учиться постигать великое искусство полета, великое искусство быть, как Он. Мы летим, дорогие, мы летим. Что может быть лучше? Очень вас люблю. Аминь. Спасибо большое. Спасибо. Спасибо. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok